Польский сенат одобрил закон об институте национальной памяти Польши. Он предусматривает наказание для тех, кто отрицает преступления украинских националистов, а также запрещает называть нацистские концлагеря времен Второй мировой войны польскими лагерями смерти. Как эти запреты комментирует мировое сообщество, разбирались мои коллеги. Без поправок. Польский сенат принял закон об институте национальной памяти. Голосовали ночью. За высказались 57 сенаторов. Большинство из консервативной партии «Право и справедливость». Ничто не угрожает изучению прошлого. На анализ и изучение польского прошлого, включая самые черные и позорные страницы польской истории, это никак не повлияет. За публичные заявления о причастности поляков к массовому уничтожению евреев и отрицание преступлений украинских националистов против поляков грозит до трех лет лишения свободы. Теперь закон должен подписать президент страны Анджей Дуда. Против документа выступает бывший премьер Польши, а ныне председатель Европейского совета Дональд Туск и оппозиционеры. Этот закон может касаться исторической дискуссии, которая есть в каждой стране, в том числе и в Польше. Публичные дебаты должны проходить без помехи надзора прокурора. Во всех странах, оккупированных нацистами во время Второй мировой войны, было много героев, которые сопротивлялись. Но, к сожалению, во всех этих странах находились люди, которые сотрудничали с нацистскими оккупантами. Польский закон прокомментировал и президент Украины. На своей странице в Фейсбуке он написал, документ не соответствует принципам партнерства между Украиной и Польшей, а оценки, которые там прописаны, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы. По мнению главы МИДа Павла Клинкина, этот закон способствует не дискуссии, а созданию исторической мифологии. Решение Сената вызвало критику и в Газдепе США. Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и нашу способность быть эффективными партнерами. Польше ответили, принятые изменения не ограничивают свободу слова или исторические дискуссии. Тем не менее, по сообщениям СМИ, своего посла из Польши уже отзывает Израиль. А парламент страны собирается принять документ, который приравняет польский закон к отрицанию Холокоста. В Израиле считают, среди поляков были и те, кто сотрудничал с немецкими нацистами. Александра Осипова, Виталий Акушмирук. Подробности телеканал Интер.